Всем привет! Появилась свободная минутка. Покажу, как делать муху ловистую. Использую в данном случае этот крючок. 2,8 миллиметра дробинка латунная. Здесь есть небольшая проблемка. Крючок очень тоненький и ушко свободно проходит, то есть не задерживаясь. Решаю этот вопрос путем наматывания нитки. Формируем как бы шарик из нитки и смотрим, чтобы сформировался диаметр, на котором наша головка будет фиксироваться. Ну вот, сформировали. Можно клеем, но я использую УВ-пайнт. Звучит музыка. смещаем нашу головку фиксируем у нас получается такой глазок замануха около ушка дополнительно капельку клея для гарантии ну вот наша головка зафиксирована теперь приступаем к монтажу используя черную нить в принципе в данной мухе не принципиален цвет каким вы будете ее монтировать потому что нитки не будет видно берем обыкновенное петушиное пюро отрываем несколько бороздок и формируем хвостик нашей нимфы затем берем свинцовую проволоку вы смотрите сколько вам надо я делаю примерно 8-10 оборотов иначе если сильная струя и глубина вы до дна не не пробьете теперь формируем тело нашей нимфы чтобы нитка не проскальзывала между проволокой свинцовой сначала делаю такие крест-накрест обороты затем формирую тело просто если нитка проваливается между проволокой проволока раздвигается потом сложно собрать аккуратную конструкцию вот тело сформировано берем два павлиных перышка фиксируем фиксируем теперь выпускаем нитку и плетем косичку в принципе кому как удобно можете просто нитку вокруг перевпускать но мне нравится плести косичку думаю так более надежно фиксируется перо 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 и формирую тело мухи очень удобно перья не пушатся не разматываются их не надо ловить ну вот теперь берем перышко от красивого петуха вот это здесь эти перья если вы будете так просто раздвигать не будут как бы одна сторона как-то будет сворачиваться в принципе здесь каждую сторону надо расправлять по отдельности когда уже расправили тогда можно таким традиционным способом а до этого они будут скручиваться вот и оставляем кончик перышко из него мы формируем крыло фиксируем несколькими оборотами затем несколько оборотов пера и тоже его фиксируем иначе в процессе намотки у нас крыло что уплывет перо его потянет в принципе что и происходит формируем торкс в данной мухе не использую никакого дайбинга в принципе не вижу в этом смысла пера вполне достаточно лишнее отрезаем лишнее отрезаем делаем фиксирующую узел много оборотов фиксирующего узла я не делаю потому что я все равно как бы фиксирую клеем еще дополнительно поэтому тут один три или пять оборотов абсолютно не важно вот такая мушка получается пятиминутка очень уловистая на нее было поймано много крупная рыба самые большие форели которые я поймал я поймал не на спиннинг на блесну а именно вот на эту мушку еще я на тело ставлю капельки клея кто ловит знает что в принципе если рыба клюет активно через определенное количество поклевок у вас муха просто лысая становится до ниток объедают вот таким способом вы сохраните муху навечно до тех пор пока вас кто-то ее не съест или вы пока ее не оторвете использую такой клей альтернативы я не нашел потому что другие которые более дешевые клея они потом матовые становятся теряет цвет перо ну или на что вы наносите этот клей вот в принципе муха пятиминутка очень удобно быстро просто принципе чтобы утяжелять можно использовать вольфрамовые дробинки ну или большего диаметра на этот крючок таким способом как я показывал в начале можно поставить любого диаметра дробинку главное потом удочку не получить этой дробинкой пробивает насквозь хороших вам поклевок красивых походов пока